Никогда в этом павильоне не торговали товарами первой необходимости, только цветы. А сейчас вместе с розами можно купить туалетную бумагу, мыло и спички. С помощью такого хитрого способа назаровские предприниматели пытаются сохранить за собой право продолжать работать. Но в таких случаях бизнесмены рискуют за нарушением, штрафуют. Мы видим, что в период карантина этот магазин работает с 11 до 23 часов, хотя делать этого в принципе не должен. Поэтому сейчас некоторые торговые точки находятся в режиме полной боевой готовности. И это никак не связано с наплывом посетителей. Скорее даже наоборот. В период проверки можно и дверь закрыть, и свет выключить, и даже сказать, что у нас учет. В этом цветочном магазине успели сделать вид, что не работают. Попасть внутрь проверяющим не удалось. А вот уже в другом магазине просто сняли вывеску, на которой черным по белому было сказано, что это не просто торговая точка, а буфет. Так заведения, где торгуют алкоголем, пытаются продлить свою работу в будни. Теперь же это сыграло против предприимчивых бизнесменов. Заведение должно закрыться, так как буфет – это уже общепит. Но здесь беседовать имеет смысл только с владельцем. Проверяющие понимают – продавец – человек подневольный. Внутренне какой-то приказ был, что вам начальство запретило закрываться как пункт общественного питания. Или это все было на словах вам сказать? На словах все даже. Сейчас торговать имеют право магазины продуктов и товаров первой необходимости. Но даже там, где работать разрешили, необходимо соблюдать строгие санитарные правила. Всему персоналу носить маски, перчатки, дезинфицировать помещение. Получается, второй день как открытый. Мы с утра и вечером, и сейчас с утра и днем вечером будем протирать тоже. Предприниматели в основной своей части, конечно, добросовестно исполняют требования правительства и указ губернатора. Но есть такие предприниматели, которые, конечно, хотят хитрить. Пивнушки могут быть как бары закусочные, так и просто магазины. Если бар закусочный, то это пункт общественного питания, который необходимо закрывать. Если это магазин и реализуют продовольственные товары, в том числе и пиво, то он может быть открыт. За день в Назарове проверили 38 торговых и развлекательных заведений. Из них только в четырех точках продолжают работать, тем самым нарушая указ губернатора. Им выдали предписание закрыться. И выполнение этого требования еще обязательно проверят. Александра Репева, Дмитрий Шевцов, Енисей. Новости.